Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Посмотрите, какой огромнейший каркасный бассейн. Также здесь есть вот такая территория с собственным футбольным полем, баскетбольным кольцом. Релакс, беседочка и еще очень много чего интересного. Итак, друзья мои, мы находимся в Витязево и давайте сделаем обзор на гостевой дом для вашего прекрасного отдыха. Адрес у нас улица Объездная 27. Все номера будут, друзья, напрямую. По фасаду имеется своя парковочная зона, установлено видеонаблюдение, машинки можете оставлять в безопасности. Территория гостевого дома закрывается, вы можете не переживать своих детей, они никуда не денутся. Но это вообще подруга всех подруг. Смотрите, какая красавица. Ой, какой ты кош, не пелся, да? Вообще супер, все, он уже хочет с вами знакомиться. Дети его тискают вообще, прям очень любят, видите, очень добрый, наоборот, хочет внимания. Здесь есть вот такая беседка. Это место для курения. Если вдруг вы хотите посидеть, подымить, пожалуйста, приходите в тенечке. Очень хорошее озеленение. Это вообще черешня, друзья. Я бы уже украл, но она еще не доспела. Красота. Далее проходим по двору. Здесь имеется мангальная зона, казан и коптильный. То есть на заказ вам могут приготовить, либо вы сами можете воспользоваться этими принадлежностями для приготовления любых блюд. Я думаю, что многим это будет очень интересно занятие, потому что мы находимся в частном секторе. Проходим далее. В итоге имеется своя собственная баня, зона отдыха. Заходим, друзья мои, смотрим, есть холодильничек, место, где посидеть, столик, зеркальце, санузел и телевизор. Санузел выглядит вот так. Далее мы проходим, и здесь есть вот такие вот лежачки, в которых вы можете отдыхать. Фонарик для проветривания. Окошко. Вот так вот выглядит сама печь, обложенная камнями. Есть ведро для того, чтобы поддавать. И здесь находится душевая зона и экстрим ведро. То есть такого я, честно, не видел. Прямо из парилочки можно зайти, обдался и сидишь дальше, паришься. Стоимость посещения 900 рублей час, минимум 2 часа. Постоянным клиентам, которые приезжают отдыхать сюда, 1 час в подарок. Далее мы проходим. Двор имеет очень много разнообразных украшений, что смотрится очень классно. Вот такие вот лавочки, на которых можете посидеть. Разнообразные там морские наши принадлежности, ракушечки, камушки. Великолепная красота. Туда наверх имеется номер со своей зоной отдыха, а снизу имеется кухня. Здесь несколько столов стоят, и туда дальше общая зона для детей. Я, по-честному, никогда не видел в гостевых домах, чтобы было свое, собственно, футбольное поле, баскетбольное кольцо. Такая вот досточка для игры. Пишите ролик, у него этот мегатвист или нет, будет интересно. Здесь у нас домик для детей, и вот такая вот релакс-беседочка. То есть она застелена коварлинчиком, теплая, на ней можно поваляться, поиграть, детям будет очень уютно. Посмотрите, для них уже приготовлены все нужные им игрушки. Есть лежачки для того, чтобы позагорать, батут, качели, горка. Здесь на улице свой душ, и также имеется туалет, чтобы не бегать в номера. Вполоснули ножки, залезли в бассейн. Бассейн большущий, в нем работает фильтрация. Если захотите освежиться, всегда есть такая у вас возможность. Это сама душевая зона поближе, а это санузел. Ну, уличными не назовешь. Здесь под лестницей подъем на второй этаж. Очень много тоже зелени, розы и разные архитектурные формы. Мы с вами сейчас посмотрим кухню. Здесь кухня, ну, в основном, она для тех людей, кто будет проживать тут в номерах, в которых нет, собственно, кухни. Их здесь всего лишь четыре таких. В остальных это так, студии, квартиры. Посмотрите, я думаю, вам понравятся такие варианты. Во-первых, хочется показать. Смотрите, здесь отмечаются на картах те люди, которые приезжают в этот гостевой дом. Города, республики. Очень клево придумали. Также можете увидеть высокие рейтинги этого гостевого дома. А также в этом году, говорят, что начали привозить такие вот тарелки из своих мест. И в планах вообще украсить полностью всю эту стену. То есть место очень уютное. С телевизором, микроволновкой. Имеется здесь две плиты газовые. Набор всевозможной посуды. И все, что вам надо для отдыха. А также вот всякие разные красивости. Смотрите, это дрифт-вуд. И разнообразные наши амфоры. Очень классно смотрится. Давайте про номерной фонд. Здесь имеется, как вы поняли, два здания. Основное. У него, кстати, интерес на первом этаже. Очень много номеров со своим собственным входом. И со своими кухнями. Только один, вот этот вот, без нее. И те, у кого их нет, они приходят и пользуются здесь. И, в общем, и также вот второе здание, на котором находится один номер. Он, знаете, такой, как домик под ключ. Я предлагаю, давайте с него и начнем. Расскажу вам сейчас и по ценам, и как это все выглядит. Наверх у нас ведет такая вот лестница. Поднимаемся. У них свой собственный балкон. Есть место, где отдохнуть. Со своими стульями и столом. Сюда открывается просто великолепный вид на площадку. Очень важной особенностью является то, что работает здесь все круглогодично. То есть, если вы приедете в зимний период, вы также сможете снять себе номер, отдыхать у нас в Витязево. Ну, а теперь давайте посмотрим, это, наверное, не номер, а такой даже домик или часть домика на втором этаже под ключ. То есть, полностью все закрывается. Собственная терраса. Заходим. С левой стороны обеденный стол, кухонная зона, столешница, плитка. Есть чайник, набор посуды, холодильник. Также есть диванчик, который здесь раскладывается, на котором можно прилечь отдыхать. Отсюда сразу у нас есть вход в санузел. Чтобы не прерываться, санузел выглядит вот так. Имеется раковина, зеркало, набор мыльных принадлежностей, унитаз, тазик и душевая зона. Места, в принципе, достаточно для того, чтобы комфортно принимать душ. Далее есть еще одна здесь комната. Мы заходим. Здесь есть диван и двухъярусная кровать. То есть, тут может в ней разместиться 4 человека. Есть телевизор, сплит-система, место, куда повесить ваши вещи. И такая вот полочка. Стоимость размещения здесь за 4000 рублей на 6 человек. Со своей кухней, своей террасой сейчас. Важно, друзья, в сезон цены варьируются. Могут быть выше в пик и потом понижаться. Зимой еще гораздо дешевле. Все уточняйте у хозяев по номерам телефона. С удовольствием сами пообщаются. И на все вам ответят. Не стесняйтесь. Не каждый хозяева смогут назвать свой вот такой вот гостевой дом. У Саныча. Как дома. Это действительно так. Ощущение, как действительно находишься у себя дома. Вот он основное строение, друзья. Вот еще один номер есть с собственным входом. И теперь мы заходим в сам гостевой дом. Посмотрим, как выглядят другие номера. Так, заходим в основной дом. Здесь лесенка. Удобная очень. Сейчас покажу вам весь с другой стороны. Здесь хозяин занимается выращиванием растений. Очень много их. И выглядит это невероятно красиво. Я так как сам люблю растения. Я прям залипаю на это все, понимая, сколько сил надо потратить, чтобы это все было такое красивое, зеленое и классное. Здесь находится несколько номеров. Но сначала об общих зонах. То есть здесь на этаже имеется водильная доска с утюгом. Есть термопод. Также микроволновка и стиральная машинка. Стирка раз в три дня бесплатная. Если вам надо чаще постирать, то по 100 рублей. Сейчас мы с вами посмотрим двухместный номер. Заходим. Для двухместного здесь такой большущий просто пространство. Своя кухня. Есть стол обеденный, двухспальная кровать. Место для хранения, сплит-система. Все, что надо для комфортного проживания, чтобы ни от кого не зависеть. Выглядит это вот так. Даже свой холодильник и собственный санузел. Выглядит он вот так. Так вот, есть унитаз, раковина, зеркало, душевая зона. Место для хранения выглядит вот так. Стоимость проживания в этом номере 2000 рублей. Есть два трехместных номера друг напротив друга. Они сейчас заняты. Они также со своими кухнями. Сейчас мы с вами посмотрим шестиместный номер. Очень классные кровать, могу сразу отметить. Их здесь три. Двухспальная, две односпальные. И раскладывающийся диван. Имеется свой комод, обеденный стол и кухонная зона. Холодильник, набор посуды. То есть все, что надо вам здесь присутствует. Также имеется телевизор. Сплит-система своя собственная. И, конечно же, санузел. В ходе есть, куда повесить ваши вещи. Санузел в этом номере выглядит вот так. Раковина, зеркало, унитаз, душевая зона. Также присутствует тазик. Стоимость проживания в этом номере будет на шестерых человек за 4000 рублей. Против него находится четырехместный номер. Здесь у нас есть две кровати. Односпальные и раскладывающийся диван. Есть место, куда повесить ваши вещи. Сплит-система, телевизор, обеденный стол и комод. Также имеется вот такая отдельно стоящая своя кухня. С холодильником, плитой, раковиной, набором посуды. И обязательно имеется свой собственный санузел. В этом номере выглядит вот так. Есть джакузи, инсталляция, раковина и зеркало. Стоимость проживания в этом номере 3000 рублей на четверых. Мы смотрим еще один четырехместный номер. Он очень отличается от этих тем, что у него также есть собственный вход, не пересекаясь с остальными. Заходим мы сейчас с общего коридора. С левой стороны у нас кухонная зона. Здесь есть стол, есть зона кухни, плита, чайник, холодильник, наборы посуды. И дальше туда расположен санузел. Санузел выглядит в таком формате. Здесь у нас душевая, раковина и зеркало. Также сюда за углом находится и унитаз. То есть места много, просторное. Кстати, очень интересное решение, очень удобно. В кухне уже есть свой собственный выход на лестницу сюда, с которой вы сможете попасть уже в зону отдыха, в бассейн. То есть очень интересное решение. То есть не надо вам в коридор вышлить сюда и ни с кем, в принципе, не пересекаетесь. Ну и, конечно, направо, если пойти от центрального входа с коридора, то здесь расположены две двуспальные кровати. Одна для детей, другая, допустим, для взрослых. Есть место, куда развесить ваши вещи с плечиками. Своя собственная сплит-система, прикроватные тумбочки. То есть, в принципе, места довольно-таки много для вашего размещения. Также имеется свой собственный телевизор. Приехать сюда отдыхать четвером сейчас можно за 3500 рублей. Мы поднялись на третий этаж. Здесь расположено еще несколько номеров. И у них есть своя зона отдыха. Она здесь на террасе. Тоже очень классно. Бегать никуда не надо. Также размещение для ваших вещей, где посушить. Есть гладильная доска с утюгом. Также на этаже присутствует и стиральная машинка. Как и у него. Раз в три дня стилька здесь бесплатная. Вот всего несколько номеров. Один из них впереди, который занят. И имеется микроволновая печа. Если что-то вам надо разогреть. Сейчас мы с вами смотрим двухместный номер с возможностью допа. То есть, сюда приезжают будут люди втроем уже. Для них подготовили номер. Две односпальные кровати, стоящие вместе. И одно место дополнительное. Здесь проживание, так как нету кухни, за 500 рублей с человека. В июнь месяц у нас сейчас, ребят, ценник очень хороший. С левой стороны есть место для хранения. Своя спецсистема, телевизор, холодильник присутствует в номере. Также имеется свой собственный санузел. Здесь унитаз, раковина, зеркало, вздушевая зона и тазик. Здесь напротив есть еще один такой же точно номер. Но он только с двухспальной кроватью. Так один в один. Смотрим дальше. Сейчас мы с вами посмотрим. Четырехместный двухкомнатный номер. Здесь со своей кухней. Есть холодильник, есть такой обеденный стол, варочная панель. Есть чайник, плита, набор посуды, раковина. Также вот такие вот очень интересные окошки со скосом. Дают дополнительное освещение. Здесь раскладывающийся диван. Здесь есть двухспальная кровать, сплит-система и место для хранения. Также две прикроватные тумбочки. В эту комнату возможно еще за бесплатно доставить детскую кроватку. Так она в принципе рассчитана на четырех человек. Стоимость проживания 3500 рублей. Также имеется свой собственный санузел. Санузел выглядит вот так. Здесь есть душевая зона, унитаз, раковина и конечно же зеркало. И последний номер, который мы сегодня с вами увидим, это пятиместное размещение двухкомнатной, собственно, кухню. С правой стороны при входе здесь, собственно, варочная панель, плита, чайник, есть раковина и набор посуды. Также имеется свой холодильник. Здесь раскладывающийся диван и обеденный стол с левой стороны. Также есть вот такое окошечко для проветривания. И очень красиво небо смотреть по ночам. Здесь мы видим комнату, свой стол, набор полотенчиков и односпальная кровать, раскладывающийся диван и сплит-система. Также есть место для хранения, которое выглядит вот так вот, с пледиками, простынями и плечиками. Есть свой собственный санузел. Включаем свет и смотрим. Душевая зона, есть унитаз, раковина и зеркало. Снять этот номер вы можете за 3800 рублей. Если вы приедете на ЖД-вокзал, то вас встретят абсолютно бесплатно. Также есть в пользовании свои бесплатные детские коляски и Wi-Fi на всей территории. Два гис показывает. 17 минут, 1 на 6 километра. Отправляемся в путь. Объезда, пожалуйста, рядом. Я обожаю, конечно, наше Витязево. Идешь, куча фруктовых деревьев. Можно все это воровать. Это не воросто, он находится на муниципальной территории. Можно попробовать. Это вишня, ребят, сладчайшая. Вот так вот выглядит грецкий орех зеленый на деревьях. Место расположения, кстати, очень удобно. Это улица Бездная. То есть мы сюда без проблем выскакиваем на Витязево. В сторону аэропорта. И можем поехать в Благовещенскую, либо на Азовское море. С этой стороны у нас как раз вот он, аквамарин отсюда уже видать. И мой дом. До куда мы будем идти и выходить на море. Тракуарчик, пожалуйста. Если вдруг не хотите ходить по дороге, тут тоже есть. Посмотрите, какая черная. Это тоже все вишня, ребята. На пересечении с улицы Восточной такие вкусняхи. Восхитительно. Мы доходим до улицы Восточной. Здесь с левой стороны есть столовая. Сразу можно туда пойти и пойти по горького у нас улице. Либо по прямой, то дальше есть магазины. И здесь у нас целый огромнейший ряд магазинов. Пятачок, общепита, столовая, кафе, аптека, мясной дворик, рыба моя, крафт, озон, Яндекс.Маркет. Там поесть еще что-то. А с другой стороны вообще пятерочка. Здесь также, смотрите, ходят на пляж Арго маршруточки. Ну, а здесь вообще находится шашлычная. Тоже все рядышком с моим домом. Можно купить, поесть, шарму. Возле моего дома находится площадка детская. Качельку одну тут, короче, приговорили. Можно пройти с этой стороны. Если вы там свернули на горького, то пройдете вот здесь. Друзья, смотрите, яблочки 125, 170 персики, 270 груш, анекдарин 210, ненадрадик по 250, 240 абрикосы, по 300 крупнейшая просто черешня. Такой вот персик есть мятый по 160, 230 слива. И вот такие вот лоточки, можете увидеть, красота. И по 60 арбузики. Также есть помидорчики, черные помидорчики, 140 такие вот, 75 арбузики. Есть по 70 картофель. В общем, все рядышком с вами. Такой вот набор. Это вот на углу горького 63-1. То есть у вас был выбор вот здесь про горького пройти, либо туда. Там больше ездить машин, здесь более спокойная улица. И дальше мы попадаем уже вот во дворик между моим домом, ну, либо той стороны, где я показывал, там детская площадка. Здесь есть парикмахерские, столовые, сыроварная винодельня, ванима здесь есть, экскурсии предлагают. Ну, и, конечно же, пенная от Джаники здесь продается. Вот, собственно, они сидят, отдыхают. И чебуреки с всякой выпечкой. О, мама. Ценники на всякие закусочки можете увидеть. Здравствуйте. Можете увидеть. Вот так вот, красотища, рыбка. И есть бутылочная, и рыбка в холодильнике, которая скоро порчащая. То есть на любой вкус и цвет здесь все есть. Можете ручкой хорошего отдыха, вам мужики? Спасибо. Отдыхаем. Также здесь есть чебуречки, пиццы продаются. Сынечки можете увидеть. Ну, и вот здесь они, пожалуйста, присутствуют. Даже не знаю. Приветствую всем. Как там море сегодня? Прекрасно все. Отлично. Здесь пиццерия, друзья. Горячая кукуруза продается. Разнообразные счет точки, экскурсии. И переходим через дорогу. Ребята отправляемся, кстати, дальше. Пешеходный переход. Переходим в дорогу. Справа, ставим магнит косметики. Большой магнит. Аптека и любимое мороженое здесь продается. Качариков за 100 рублей. А ну, покажи нам свою красоту. Что там у тебя есть? Можете гостить? Нет, спасибо большое. Мы только что кофеечко попили. И вот там еще на выбор. Ребята, все делается по феншуй. Вода меняется. Все очень вкусно. Дочка, знаешь, что мне говорит сейчас? В Анапе сидит. Говорит, я хочу обратно домой. Зачем? Говорит, там мое любимое мороженое. Здесь, ребята, если скажете что-то, Тазаровскому сделают скидочку на экскурсию. Здравствуйте. Ну и фрукты, овощи. Надо привет вечером передать. Когда будет прямой эфир? Идем дальше. С правой стороны тоже разнообразные фрукты, овощи. Ценники я уже показал. Думаю, акцентировать на них внимания не будет. Также есть шашлычные. По бульвару Шардоне мы гуляем сквозь зелень. Это очень красиво, честно. И тенечко. Здесь у нас одна из столовых, тоже довольно-таки известная, называется Екатерина. По ценникам можете посмотреть, что почем. Если что, ставьте на паузу все, разглядите. Чтобы вам было видно хорошо. И тут удобно, видите, все цены стоят на улице. То есть все. Есть разливуха, есть олегроград. Но вот что-то не работает, кстати. Выходим на Южное Кольцо. По левой стороне его обход. Сейчас вам покажу секретную мусорку. Ладно, здесь на бульваре мусорки присутствуют. И есть куда выбросать ваш мусор. Слева от Шварбаума стоит секретная мусорка. Но это Южное Кольцо. Люди у нас идут и с моря, и на море уже. Обратите внимание на вот эту вывеску ярмарка. Там можно прийти и проверить весы своим весом. Либо перевесить на других весах, и вес будет точный. Там с вами работают по-честному. Мы проходим дальше, дорогие мои друзья. Здесь видим экскурсионную точку. Нету нашей любимой продавщицы. И, собственно, вход на эту ярмарку. Я вчера снимал эфир ее, поэтому сегодня пройдем чуть в сторонку, чтобы, как говорится, не повторяться с информацией. И это улица Светлая, друзья мои. Очень много людей, которые двигаются с пляжа и обратно. Здесь также можно зайти на ярмарку. Продаются разные вкусняшки. Справа Рустема Мама. Косички. Красота. Ну и вот здесь краски, фрукты, овощи все и продаются. С правой стороны находится столово Марсель. Рекомендую посещение. Очень вкусно. Дальше здесь 1 Светлая 23. Есть вачфуд. Тоже вкусно, недорого и классно. Пишите ваши отзывы, где вы ели, что ели. Будет интересно вас послушать. Здесь, с левой стороны, находится тоже еще одна столовая. Тоже люди сидят, выбирают. И у людей больше нравится. Насчет товаров разнообразных здесь просто нереальное количество. Аж глаза разбегаются. Сколько разных вкусняшек тут продают. Вот так вот. Хорошего отдыха. Привет, вы сгулять. И вам. Из Витязева. Здесь кафе, столовая Троль находится. Здесь разнообразно. Клоу, шуфа, самсавагман предлагают, друзья. И здесь, с правой стороны, тоже очень много вкусняшек. Вот туалетка. Привет, Сбрянская. Хороший отдых вам, ребят. Спасибо. Спасибо вам, что смотрите. Как я люблю, ребятки, когда гуляешь. Видите, здесь вот столько разнообразных ароматов. Прям все переплетается, начинается просыпаться аппетит. И когда ты думаешь, что у тебя настроение плохое, тебе ничего не хочется, то нет. Здесь мотивация на каждом шагу. Вот вам еще одна столовая, друзья. Здесь магазинчики тоже разнообразные. Мы подходим в одну из таких интересных зон отдыха по улице Светлая. Видите, здесь сделали тротуар, высадили дополнительную зелень. Сейчас, правда, на ремонте трогательный фонтан, но он тоже здесь есть. Вот есть медийная лавка, тоже куча разных вкусняшек. И мы недавно здесь пробовали китайскую кухню. Было невероятно вкусно. Мне, по крайней мере, прям очень понравилось. Здесь ребята делают разные вкусняшки, шарма, гиры, питание у них есть. Надо попить ее. Забирай, Джаник, вкусняшки. Мохито. Трубочку не будешь собрать? Так будешь оттуда высосаться? Нет. И мне кинь. Давай. Спасибо, ребят, большое. Спасибо, ребят. От души. Пошли мы вкусняшки пробовать. Ваше здоровье. И вдвойне вкуснее и веселее стало идти на пляж, ребята. Так что приходите, покупайте, привет передавайте. Людей много. Ну, точнее, для обеда много. Так это тут как на завод из завода идут. И радость, что везде чистота и порядок. Это очень приятно. Ну, вот как здесь примерно. Прям толпами. Мы дошли до аквапарка. Он работает. Он поднимается, катается. И фонтанчик с прокатами, машинок, тир, отоблок. Ну, в общем, друзья, все есть. Все как всегда. Все стабильно. Ух ты. Смотри, все убегают уже с пляжа. Жарко только. А мы только идем. Джанике помогает нам, девушкам красивым, поднимать колясочки. Пора ему жениться. Если у кого-то есть варианты, пишите мой номер под видео. Все потихонечку. Уже по песочкам. Может, на пляже. Дойти осталось совсем немного до моря. Слева-справа у нас наши великолепные дюны. На них можно не забыть пофотографироваться. Сделать суперфото на память. Это будет очень круто. Всегда уточняйте о конечных стоимости продукта, который вы покупаете, чтобы не разочароваться. Дорогие мои друзья. О, парашюты полетели. Заработал парасейлинг. В Геленджике запрещен. На Ланапе у нас, видите, можно. Мусорки на пляже есть. Очень широкие у нас настилы в этом году. Переодевалочки имеются. Также имеется санузел. С левой стороны туалет. Душ. Сюда можно пройти в сторону центрального пляжа. Видите, зелат. Туда можно пройти по свободному пляжу. Есть попрыгать на батутах. Есть такая вот горочка с бассейном. Еще переодевалочки. Переодевалочка в этом году стала больше. В прошлом году вообще одна стояла с левой стороны. Работает бар. Массаж с правой стороны делают. Ну, а здесь вот такая детская зона есть. С игрушками, тенечками, батутом. В общем, что вам только может тут понадобиться, ребятки. Лежаки сдаются. Есть камера хранения. Самые четкие дротики. Ну, такой еще бар на пляже. И, ёпк, Макарек, все приехали, что ли? Это мы столько людей видели, уходили с пляжа. А здесь все лежаки заняты. Я понимаю, кто-то снимается на номерах, кто-то лежаки на пляже. Вот это да, друзья. Вот это фантастика. И туда все занято. И тут все занято. Но если пройти влево, там свободные места есть. Поэтому всем интересно посмотреть, что вообще происходит на берегу. О, мальчика закопали. Главное не наступить на него. Щелк, Макарек. Вот это да. И чистейшее просто море, друзья. Великолепная водичка. Ищите, как вам будет интересно усвощить вас. Я, честно, в восторге. Даже сказать, в шоке от того, сколько людей. Вода теплая, море теплое, все классно и круто. Смотришь прогнозы погоды. Показывает 24 градуса. По факту 29. Плохое море. По факту чистое. Все прекрасно. Солнышко светит в лучи. Посмотрите, что творится на пляже. Сколько детей вокруг нас. Опускают градусник вовнутрь, так сказать, моря нашего. Хотя я сегодня купался. С утра температура была 24 градуса. А сейчас я вам покажу, какая температура здесь. Температура воды, ребята, какая-то нереальная. 26,6. И она не меняется. Как вам? Это просто ветер дует небольшой с моря. Борис пригнал теплую воду. 26,6. Это рекорд этого года. Чистейшее море. Много детей. Красота и класс. Тоже наша подписчица. Я бы хотела, очки бы одела. Зачем? Как вас зовут? Инна. Откуда? Тула. Тули, привет. А вам хорошего отдыха. Спасибо большое. От души. Как зовут? Откуда? Виктор из Липецка. Всем хорошего отдыха. И вам тоже. От души. Спасибо. В общем, друзья, мы вас всех приглашаем на отдых в наш любимый поселочек Витязево. Одно из мест в размещении полностью со всеми, как говорится, нужными вам вещами я показал. Море. Еще раз повторяю. 26,6. Это просто красота. Всем отличного отдыха, хороших эмоций и позитивных идей, чтобы у вас все получалось так, как вы этого хотите. Что-то меня, походу, облили сзади водой. Что-то меня, походу, облили сзади. О, походу, облили сзади. Субтитры сделал DimaTorzok